23 мая состоялось очередное еженедельное совещание в администрации. Глава города Игорь Ральников поздравил с юбилеем главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии отдела образования администрации города Татьяну Михалёву. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова отчиталась в статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе Буя и Буйском районе. За период с 16 по 22 мая выявлено 6 заболевших. Из них 2 человека возрастной категории 60 лет и старше. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3475 человек. Выздоровели 3381 человек. Амбулаторно проходят лечения 8 человек. Умерших за весь период 86 человек. На сегодняшний день по городу Буя первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито 9319 человек. По словам директора Буйской ЦРБ Игоря Нефёдова, заболеваемостью РВИ в городе снизилась на 22% и на 20 человек и составила 71 первичный случай. Жители города задают вопрос, можно ли было отменить опрессовку первой квартальной котельной на сегодня. Нет, мы так отпустили. Вы поясните, пожалуйста, и коллегам. И то есть мы пропустили время, пусть у нас должна была опрессовка раньше быть. И сейчас приборы надо поверять по газу. То есть мне сегодня это сделал Владимир, потому что требуется проверка приборов. Без кладутки в город не можем. То есть они веро нас сегодня проверят завтра и в четверг снова приедем, привезем, в пятницу поставим. В общем, это слишком серьезное мероприятие, что можно было так по щелчку пальцев отменить. То есть тут завязаны и новотех газовой службы, и срок подготовки к новому отопительному сезону тоже зависит от своевременной качества подготовки. Поэтому мы присылать стараемся сразу же, особенно первую квартальную котельную по максимуму, сразу после отключения. Потому что мы выявляем... Неделю затянули из-за того, что ремонтируют теплотрассу на Аграсной армии. Представитель организации ВИРа доложил, что за прошедшую неделю поступило 94 заявки. Все работы выполнены. На сегодняшний день ведутся работы по подготовке к опрессовке наружных сетей от квартальной котельной номер один многоквартирные дома. Как сообщил руководитель предприятия, дорожник Роман Косарев, на прошлой неделе занимались уборкой мусора из урн вдоль дороги тротуаров, помывкой и покраской ограждений. Проведена уборка и вывоз смета. Произвели грунтовку понтонного моста. Занимались грейдированием дороги к улицам Клубная и Лесозаводская, ремонтом дорожных знаков. Генеральный директор организации АТП города Буя Николай Мельченко доложил, что за прошедшую неделю срывов и сходов автобусного движения не было. Жалоб от пассажиров не поступало. Поступило несколько звонков на тему двойной оплаты пассажиров по новому удлиненному больничному маршруту. Нарушений не было. На ремонте сейчас находится один автобус. Предприятие работает в штатном режиме. Начальник отдела образования Ольга Валенкова отчиталась в статистике заболеваемостью ОРВИ в образовательных организациях. В школе 75, в детских садах 79 заболевших детей. На карантине до 24 мая находится группа «Колобок» детского сада номер 3. Началась государственная итоговая тестация. Для ее проведения образовательные учреждения подготовились на 100%. На прошлой неделе прошел муниципальный конкурс «Ученик года в начальной школе», победителем которого стал Никита Глазков, ученик четвертого класса школы номер 2. Как доложила начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева, на прошлой неделе была отмечена высокая посещаемость культурно-массовых мероприятий. Это 252 человека. 28 мая состоится акция «Библия ночь» в муниципальных библиотеках. Также 28 мая творческая делегация города Боя выезжает в Кострому для участия в презентации муниципального образования. Кострому для участия «Библия»